Результаты внутренней проверки Facebook вскрыли то, что в течение двух лет фейковые аккаунты закупали политическую рекламу в социальной сети, чтобы повлиять на результаты выборов в США. Некоторые из них связали с агентством интернет-исследований, которое известно как фабрика троллей в Санкт-Петербурге. Девятого октября Washington Post рассказала о закупках российской рекламы на площадках Google, в поисковике, электронной почте и на YouTube. Это установило внутреннее расследование компании. По сведениям Washington Post, заказчики не связаны с агентством интернет-исследований, но это может означать, что масштабы политической кампании были шире. Телеканал CNN сообщил о том, что российская фабрика троллей запустила компанию Don't Shoot Us, которая пользовалась фейковыми аккаунтами в соцсетях для распространения конкурсов в приложении Pokemon Go. Его суть заключалась в том, что участникам дарили подарочные сертификаты Amazon, если они ловили покемонов в тех местах, где полиция применяла оружие против афроамериканцев. Этих покемонов фабрика троллей называла именами погибших в перестрелках людей. Цель этой кампании – протестное настроение среди афроамериканцев, с одной стороны, и рост неприязни остальной части страны к набирающему вес движения в защиту чернокожих, с другой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok